Новая неделя в Соединенных Штатах только начинается, а команда ИнстаФорекс ТВ уже подготовила для вас анализ главных драйверов движения Фондовой Америки. Неделя нас ждет довольно насыщенная рынку, предстоит оценить динамику занятости, показатели ВВП, услышать спикеров Федрезеров во главе с Джеромом Пауэлом и при всем этом не ошибиться с собственной торговой стратегией. На каком фундаменте стартует неделя, поговорим далее. Это свежий обзор рынка США. Здравствуйте! Начнем традиционно с итогов. Черную пятницу главные индексы Фондовой Америки провели, сохранив настроение предрыночных торгов. Индексы закрылись разнонаправленно, а скидки трейдерам предлагал только NASDAQ. К звонку о закрытии бирж промышленный Dow Jones был наиболее оптимистичен. Индекс прибавил 152 пункта и закрылся выше 0,45%. Что касается технологичного NASDAQ, то он в черную пятницу подешевел на 0,58%, тогда как индекс широкого рынка S&P 500 торговался с минимальной скидкой. В рамках торгов эталон скинул 1 пункт или 0,03% и торговался у значения в 4026 пунктов. Что касается понедельника, то предрыночные торги для биржевых топов были не самыми оптимистичными. Фондовые талоны львиную часть дня провели, углубляясь в красную зону. Все три индекса успели потерять от 0,3% до 0,6% в весе. А прогнозный диапазон движения котировки для S&P 500 очачен в границах уровня 3910 и 4040 пунктов. Закрытие короткой недели в США было довольно вялым. Объем торгов на биржах составил 4,5 млрд акций по сравнению со средним показателем в 11,25 млрд за последние 20 торговых дней. При этом все три индекса завершили неделю ростом во главе с Dow Jones, который прибавил 1,78%. Наиболее тускло выглядел технологичный NASDAQ из-за давления со стороны Apple, чей завод в Китае продолжает поставлять тревожные новости. Ожидается, что флагманский завод Fexcon по производству iPhone в Китае продемонстрирует замедление поставок в ноябре, поскольку тысячи сотрудников уволились из-за последней волны беспорядков. Обеспокоенность сохранилась и в выходные, и на открытии недели. Практически каждый день, начиная с середины прошлой недели, Китай сообщает о новых ежедневных рекордах заражения. В понедельник в стране объявили о пятом дне пика заражений – 40 тысяч 52 случая, львиная доля которых – бессимптомные. Но жесткая политика ограничений теперь не единственный фактор в фокусе внимания трейдеров. Неожиданно в стране начались массовые протесты. Толпа демонстрантов в Шанхае, Пекине и Урумчи вышли на улицы с чистыми листами бумаги. Так люди протестовали против цензуры. Позже они кричали «снимите блокировку Китая». Волна гражданского неповиновения является беспрецедентной для страны с тех пор, как Си Цзиньпинь пришел к власти 10 лет назад. Безусловно, карантинные ограничения и гражданские протесты продолжают влиять на настроения инвесторов по всему миру. Главный вопрос – куда двинется вторая экономика? Любое ограничение карантинных мер в одночасье способно возродить аппетит к риску, что мы видели и на рынке США ранее, тогда как ужесточение мер снова возродит страх снижения спроса, производства, поставок и проблем с логистикой. Кроме глобальных процессов, американский рынок в понедельник продолжит оценивать силу потребителей. Сезон покупок – крайне важный индикатор настроений, и данные о Черной пятнице были разнонаправленными. С одной стороны, наплыв людей в магазинах был небольшим, а с другой – продажи были рекордными. По данным DOP Analytics, покупатели потратили в интернете рекордные 9 млрд 120 млн долларов. Так показал отчет в субботу, поскольку потребители выдержали давление высокой инфляции и получили большие скидки на все – от смартфонов до игрушек. Онлайн-расходы выросли на 2,3%. Данные DOP показывают, что мобильные покупки составляли 48% всех цифровых продаж Черной пятницы. Также Adobe Analytics, который измеряет электронную торговлю путем анализа транзакций на веб-сайтах, имеет доступ к данным о покупках 85% из 100 крупнейших интернет-магазинов в США. Adobe ожидает, что «Киберпонедельник» снова станет крупнейшим днем онлайн-покупок в сезоне, и это принесет $11,2 млрд расходов потребителей. В целом, Национальная федерация розничной торговли прогнозирует, что праздничные продажи, включая электронную коммерцию, вырастут от 6 до 8% и составят от 942,5 млрд до 960,5 млрд долларов в течение ноября и декабря. Это будет ниже прошлогоднего скачка на 13,5% и прироста на 9,3% в 2020 году. Такие данные могут поднять настроение инвесторов и способствовать росту фондовых индексов, с одной стороны. Но существует и риск того, что сильные продажи будут способствовать более агрессивной позиции Федрезерва. В любом случае, рынок акций остается на распутие и сохраняет чувствительность к заявлениям спикеров РС. Так что торговый день может пройти довольно хмуро. Ведь кроме опасений из-за пандемии в Китае, сегодня дополнительное давление на рынок акций могут оказать и члены РС. У микрофона в понедельник их будет двое – Буллард и Уильямс. Что касается индекса доллара, то он в пятницу смог прибавить на спокойной сессии, но уже сегодня вместе с большинством активов подал все-таки упадническим настроением. До открытия бирж котировка USDX потеряла еще 0,4% и опустилась до отметки 105,60, что касается прогнозного диапазона, то он для американца очерчен в границах 104,90 и 106,20. Несмотря на пятничный рост, доллар США остается вблизи многомесячных минимумов, поскольку перспектива того, что Федеральная резервная система смягчит темпы ужесточения своей политики оказало давление на американскую валюту. Протоколы ноябрьского заседания Федеральной резервной системы, опубликованные в среду, показали, что большинство политиков в американском Центробанке согласились с тем, что вскоре будет уместно замедлить темпы повышения процентных ставок. Кроме того, рост заявок на получение пособий по безработице и недавние более низкие, чем ожидалось данные по потребительским ценам США, подстегнули инвесторов сделать ставку на то, что ралли доллара может закончиться. Теперь аналитики предполагают, что ФРС повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов в декабре с вероятностью в 71,1%, а пик ставок придется на июнь 2023 года. Индекс доллара консолидируется, и новая неделя вполне может дать ему ряд потенциальных драйверов движения. Показатели ВВП, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе ADP, число открытых вакансий на рынке труда Joltis, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, индекс деловой активности в производственном секторе, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. И это еще не полный список важных данных, которые предстоит оценить трейдерам на этой неделе. Вишенка на торте Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла с докладом о перспективах экономики и меняющемся рынке труда, которое пройдет 30 ноября. Первые комментарии Пауэлла после встречи 2 ноября будут иметь решающее значение. Если он не отреагирует на недавнее ослабление финансовых условий, краткосрочная поддержка доллара может ослабнуть. Не менее важной, чем для американца, неделя будет и для канадского доллара. Затянувшееся существенное снижение нефтяных котировок сильно портит настроение луни и давит на пару USDCAD. В понедельник актив вырос на 0,5% и поднялся к значению 1,3445. Что касается прогнозного диапазона движения котировки, то он отчерчен в границах значений 1,3390 и 1,3520. Сырьевые товары и оснимы сырьевой луни продолжают барахтаться в море опасений инвесторов. Открытие недели облегчение рынкам не принесло. Волна распродаж, вызванная всплеском пандемии в Китае, обрушила нефтяные котировки еще на 3% внутри дня, после чего эталонные марки смогли немного сократить потери. Китай – один из крупнейших спонсоров пессимизма, но кроме него есть и другие. Встреча представителей правительства Европейского союза, запланированной на вечер пятницы для обсуждения предложения G7 об ограничении цен на российскую морскую нефть, была отменена. Мнения правительства Европейского союза разделились относительно того, на каком уровне можно ограничить цены на российскую нефть. И все это не вызывает при этом никакого глобального шока с поставками нефти. Ограничение должно вступить в силу уже 5 декабря. Польша, Эстония и Литва настаивали на гораздо более низком пределе – около 30 долларов за баррель, в то время как остальные все-таки настаивают на диапазоне 65,70 долларов за баррель. В это же время Греция, Кипр и Мальта лоббировали более высокий предел или какую-либо форму компенсации за ожидаемые потери. Кроме Европейского союза, на котировки давит и ОПЕК-плюс. Организация стран экспортеров нефти и ее союзники во главе с Россией проведет свое следующее заседание в Вене уже 4 декабря. Что же касается криптовалютного рынка, то он сезон распродаж начал задолго до Черной пятницы, а всю праздничную лихорадку, как и большую часть прошлой недели проспал. Биткоин практически топтался на месте, но снижение аппетита к риску в понедельник затронуло и цифровое золото. Актив упал внутри дня на 2,3% и вплотную приблизился к отметке 16 тысяч долларов. Новости криптовалютного рынка тем временем остаются тревожными. Государственные регуляторы ценных бумаг проводят расследования в отношении Genesis Global Capital в рамках анализа взаимосвязи криптовалютных компаний. Хотя Genesis не обслуживает напрямую индивидуальных инвесторов, она поддерживает продукты, предлагаемые другим криптовалютным компаниям. Пока регулирующие органы инициируют новые проверки, а криптовалютные игроки пытаются успокоить расшалившиеся нервы инвесторов, активы уверенно плетутся вниз. Распродажа в понедельник коснулась всех топовых альткоинов. Эфир, Solana, Ripple и Litecoin теряли от 2 до 4,8%. Что касается прогнозного диапазона движения биткоина в рамках торгов, то он очерчен в границах 15 400 и 16 400 долларов. Такими открытиями торговой недели в Соединенных Штатах видят наши аналитики. Команда группы компании Instaforex желает вам удачного начала торгов и прибыльных сделок. Всем успехов и до новых встреч на канале. Увидимся завтра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова